Вечером четверга за помощью к сотрудникам МЧС обратилась Хабаровчанка, которая не могла попасть в квартиру к своему племяннику. Мужчина 1963 года рождения, находившийся внутри, был инвалидом и имел серьезные проблемы со здоровьем. Еще в 14 лет он отморозил обе ноги и передвигался либо на коляске, либо ползком. Родственники не могли дозвониться до горожанина на протяжении нескольких дней. Проверить, что случилось, приехала тетя. За дверью царила гробовая тишина. Сотрудникам МЧС пришлось непросто. Замок открывался вертикально и находился снизу, чтобы инвалид мог до него дотянуться. После длительной работы дверь удалось взломать. Опасения родных подтвердились. Мужчина лежал на полу в луже крови. Похоже, он пытался перебраться с дивана в инвалидное кресло и не рассчитал силы. Аналогичную работу в проникновение в квартиру сотрудники ДВР ПСО делали и в бычихе. Здесь хозяйка была жива, но не могла отпереть замок. Пенсионерка почувствовала себя плохо, присела на пол в коридоре и не могла подняться на ноги. Предложение спасателей вскрыть дверь было отвергнуто. Пенсионерка сказала, что у нее нет денег на восстановление полотна. План Б. Проникновение в жилье через балкон был реализован в течение нескольких минут. Воспользовавшись соседской квартирой, верхолаз забрался внутрь и открыл дверь. Грузную пострадавшую спасатели переложили на диван и вызвали для нее врачей. Пенсионерка имеет целый букет болезней, которые время от времени обостряются и делают ее практически беспомощной. За ней присматривают соседи, которые, собственно, и вызвали помощь. Медики забрали женщину в больницу.